Для тех, кто продолжает нести службу в зоне боевых действий, Министерство обороны приготовило партию бронежилетов. После выяснения отношений с антимонопольным комитетом, вопрос закупки обмундирования, кажется, решен. Военные уже продемонстрировали обновки журналистам. Устроили даже показательную проверку брони. Впечатлениями поделится Елена Пузина. Вот такие бронежилеты Минобороны закупает для бойцов АТО на Восток. Его производитель, компания ТЭМП-3000, уверяет, бронежилет не пробьет ни пистолет Макарова, ни автомат Калашникова, ни даже снайперская винтовка Драгунова. Чтобы это подтвердить, прямо на полигоне воинской части бойцы проверяют надежность защиты. Первый вид оружия – это АК-74 автомат. По классике тут должна быть еще снайперская винтовка Драгунова, которую, на жаль, нет. И третий вид оружия – это пистолет Макарова. Попадание из автомата Калашникова бронепластина выдерживает. Попадание – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, живо и здорово. Стоит бронежилет «Корсар М3» 4200 гривен, весит почти 10 килограммов. В зону АТО таких поступило уже 5000. Всего Минобороны заказало 28 тысяч. Чтобы уменьшить вес защиты, ведомство решило закупать бронежилеты без кевларовых воротников. Говорят, дело не в экономии. Было принято решение, что для больше мобильного необходим бронежилет, который немного легче и компактнейший, больше позволяет, скажем так, выполнять завдания больше качественно. Впрочем, такое решение представитель производителя брони раскритиковал. Осколки, вот если они сюда попадают, видите, вот, то осколки чисто физически они идут вверх. И если есть кевларовый воротник, который вы видели, держит пулю пистолета Макарова, короче, он уловит эти осколки. Эксперты критикуют также и удобство использования брони. Под сумки находятся прямо на пластине. То есть, что мы имеем? Мы повышаем лежащий силуэт значительно раз. Мы делаем невозможным замену магазина в лежачем положении. То есть, человеку надо переворачиваться на бок, чтобы достать что-то. И три. Мы не закрываем этими рожками другие зоны, не закрытые бронепластиной. Кроме этих бронежилетов, зону АТО в качестве гуманитарной помощи передают и защиту других производителей. В Минобороны подчеркивают, гарантировать могут исключительно безопасность закупленных и протестированных ведомств бронежилетов «Корсар». Эксперты тоже призывают остерегаться подделок. Бронепластины 4 класса в продаже сейчас порядка 1000-1200-1500 гривен стоят за одну пластину. И появились люди, которые просто берут обычную сталь, запаковывают в пластик. У нас там был образец, да, вот так вот, что не видно. Вот. И продают. Но она простреливается всем, что угодно. Журналисты привезли на полигон бронежилеты из зоны АТО с якобы максимальной шестой степенью защиты. Их тоже протестировали. Я не могу комментировать творение рук халтурщиков. Я не знаю, что это. Это или для лопаты было, для лемеха. Я не знаю, для чего эта сталь была разработана. Чтобы максимально обеспечить бойцов АТО надёжными бронежилетами, их производство уже в ближайшее время увеличат до 1000 единиц в сутки. Сейчас мощность предприятия в четыре раза меньше. Елена Пузина, Игорь Гончарук, Роман Рамус, События, канал Украина.